Только команды высшего дипломатического руководства Азербайджана и Армении приступили ко второму раунду переговоров в Вашингтоне, как армянские военные, все еще незаконно находящиеся в зоне временной ответственности РМК в Карабахе, обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Агдамского района. Ранен азербайджанский военнослужащий. Ответными мерами ликвидированы пять армянских военнослужащих. Еще раз повторим. Обстрел наших позиций ведется из зоны временной ответственности РМК, а не со стороны условной границы с Арменией. Является ли это свидетельством того, что официальный Ереван не имеет к эскалации никакого отношения? Вряд ли. Скорее, команда Пашиняна демонстрирует незатейливый маневр. Мол, мы тут ни при чем, и за карабахских армян не отвечаем. Еще как отвечают. Финансирование Ереваном сепаратистского режима делает его соучастником и даже инициатором преступных действий против Азербайджана. К тому же провокации на условной границе в преддверии Вашингтонской встречи продолжались в течение нескольких недель. Если бы Ереван был настроен конструктивно, то не устраивал бы их изначально. Целью этих обстрелов был, судя по всему, срыв Вашингтонского раунда. Этого у армянской стороны не получилось. На обстрел по гранпункту Лачин Баку ответил закрытием по нему проезда, чем в очередной раз откорректировал реальность, заставив Ереван с этой реальностью смириться и договариваться уже в соответствии с ней. Армянским дипломатам пришлось лететь за океан на встречу с азербайджанскими коллегами. Устраивать провокации на условной границе в эти дни значит открыто заявить о намерении торпедировать переговоры. В таких неблаговидных намерениях Пашинян и его команда себя, естественно, разоблачать не хотят. И хотя можно допустить ничтожную вероятность того, что Ереван уже не вполне контролирует ситуацию со своими боевиками в Карабахе, при любом из вариантов ясно одно и самое, пожалуй, главное. Основным инициатором нынешней эскалации является Москва. Ведь именно под теплым крылышком так называемого миротворческого контингента вольготно развернулись армянские военные и бандформирование. Именно под их защитой они проводят учения и окапываются. И именно Москва никак не содействовала выполнению основополагающего положения трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, под которым стоит и ее подпись «Полному выводу всех армянских военных с территории Карабаха». Так что сложно сомневаться, что Первопрестольная поддерживает очаг напряженности и теперь, похоже, твердо вознамерилась воспрепятствовать переговорам в Вашингтоне. Между тем, важность этих переговоров невозможно переоценить. Напомним, что после первого четырехдневного раунда переговоров в Вашингтоне в начале мая этого года стороны достигли существенного прогресса в согласовании принципов мирного урегулирования, что вылилось в последующую встречу глав государств уже в Брюсселе в середине того же месяца. И это после брюссельской встречи Никол Пашинян публично озвучил формулу «Карабах – это Азербайджан». Данный опыт свидетельствует, что Белый дом приглашает к себе министров иностранных дел, только будучи уверенным, что стороны готовы продвигаться дальше. А значит, на нынешнем раунде не исключается согласование оставшихся вопросов. Учитывая тот факт, что после признания Карабаха в составе Азербайджана армянская сторона в качестве единственного предусловия для заключения всеобъемлющего мира продолжала настаивать на участии международных институтов в диалоге Баку-Ханкинди, позволим себе предположить, что именно в этом вопросе и ожидался прогресс на нынешнем американском треке. Не исключено, что по итогам встречи министров иностранных дел уже главы государств закрепят определенную трактовку на последующей встрече в Брюсселе, которая пройдет 21 июля. А вскоре после этого Ереван окажется от своего абсурдного предусловия сделать конкретные шаги для свертывания своей подпитки сепаратистского режима, выведет остатки своих войск и прекратит политику дезинформации мирового сообщества. Такое развитие событий, очевидно, не устраивает Кремль, который, похоже, считает азербайджанский Карабах своей второй дополнительно к Армении вотчиной на Южном Кавказе и пытается быть единоличным модератором в переговорном процессе. Какова цена этого посредничества мы знаем, благо официальные лица России ее не раз озвучивали. Отсрочка подписания мирного договора со ссылкой на необходимость определения некоего будущего статуса Карабаха. Стоит ли говорить, что никакого статуса не будет, что Верховный главнокомандующий вооруженными силами Азербайджана отправил его в могилу, о чем он возвестил еще в ходе Отечественной войны. А глава азербайджанского государства никогда не бросает слов на ветер, в чем все успели убедиться. Ни один шаг, ни одна провокация с армянской стороны, направленной на срыв мирного процесса, не только не достигла своей цели, а, напротив, только способствовала Баку в одностороннем укреплении своих позиций. Казалось бы, все это было наглядно продемонстрировано. Но Москва и иные покровители Еревана пытаются задержать локомотив реинтеграции армянского населения Карабахского региона с Азербайджаном, что вызывает удивление и недоумение. Ведь должно быть предельно ясно, что такой недальновидный подход рискует поставить под серьезный удар отношения между Россией и Азербайджаном, скрепленный в Декларации о союзническом взаимодействии от 22 февраля 2022 года. Дополнительным подтверждением причастности Москвы к новой эскалации стала публикация по следам событий на подконтрольном Кремлю телеграм-канале «Рыбарь». Насквозь ангажированное издание преподнесло новость так, будто это Баку начал обстрелы, не упоминая про ранение нашего солдата, издобрив информацию полным набором комплементарных к преступникам понятий типа «республика Арцах» и прочее. Нежелание признавать наше государство хозяином своей судьбы подтолкнуло к ситуативной поддержке Москвы на Кавказском треке со стороны ее противника по блоку НАТО – Парижа. Ведь именно эта столица, не обладая возможностью устраивать провокации на земле, обеспечивает некое подобие политической поддержки агрессивному армянскому проекту, инициируя враждебные инициативы в различных европейских органах, организовывая гнусную антиазербайджанскую истерию в СМИ. Вот и недавно, в преддверии переговоров в Арлингтоне, председатель подкомитета Европейского парламента по вопросам безопасности и обороны, гражданка Франции Натали Луазо, будучи с визитом в Армении, посетила участок границы у Лачинского ППП и сделала провокационное заявление в адрес Азербайджана. Смехотворный Димарш. Ну что ж, мы только рады, что Луазо и прочие залетные птицы уже не способны проникать в Карабах, как раньше, и могут любоваться им лишь издали. Ну а пока за одного раненого азербайджанского бойца азербайджанская армия уничтожила пятерых вражеских. Причем двое из пяти уничтоженных в Карабахском регионе Азербайджана террористов являются военнослужащими Вооруженных сил Армении, что разоблачает ложь официального Яревана об отсутствии собственных войск на территории Азербайджана. И это только начало. Предупреждение из-за рук того, что в случае продолжения агрессивных действий по отношению к Азербайджану, к Яраблурскому кладбищу потянется новая вереница армянских матерей. Ситуация на ней такова, что каждый шаг, направленный на обострение эскалации, только увеличивает количество жертв среди армянских военных и способствует накоплению недоверия и даже ненависти простых армянных горе покровителям. Азербайджан ясно дал понять, что Миа Цум – это враг Армении. Поддерживать замшилый армянский экспансионистский проект значит зачислить себя в ряды врагов армянского народа. Покровители армянского реваншизма добьются лишь того, что гражданский бунт в Армении полыхнет не в знак протеста против так называемой сдачи Карабаха, а наоборот – против продолжения агрессивной политики, против каких бы то ни было усилий на возрождение Миа Цума, против иностранных подстрекателей, против войны и во имя мира. Все, кто лелеют рудимент прошлой эпохи в виде длиющих углей фейкового армянского образования на территории Азербайджана, цепляются за прошлое. Азербайджан устремлен в будущее. Если хотите войти в будущее, не тревожьте Азербайджан.